Приветствую! Приветствую вас в прямом эфире. Я Максимов Максим. Это прямой эфир и наша интернет-община Дом Веры вещается в прямом эфире. Приветствую всех-всех друзей. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Говорю благословения над вами. Благословляю и провозглашаю благословения. И я хочу сказать добро пожаловать в нашу интернет-общину Дом Веры. Надеюсь, что вы присоединитесь к нам. Надеюсь, что вы будете частью нашей интернет-общины Дом Веры. Присоединяйтесь, приходите. Многие спрашивают, как вам присоединиться. Просто зайдите на сайт домверы.ру и становитесь частью нашей общины. Пусть Бог благословит вас. Благословит вас обильно. Я Максимов Максим. Это прямой эфир. И сегодня мы будем говорить, продолжать говорить на тему единства. Вчера мы начали говорить на тему единства. Сегодня мы продолжаем. Если у вас есть кофе, возьмите кружечку горячего кофе. Если нет кофе, ну чай возьмите или молоко. Кому можно молоко пить. Мы говорили с вами о единстве. О силе единства. Молитва пасторская, молитва Иисуса о нас была о единстве. Да будут они едины, как мы едины. И тогда познает весь мир меня. И тогда весь мир узнает об Иисусе Христе. И мы говорили из послания Кефесиным, что нам даны дары в тело, в церковь, чтобы мы пришли в единство веры и познания Сына. Все нам даны, апостолы, пасторы, учителя, евангелисты, пророки, все даны с одной целью, чтобы мы пришли в единство веры и познания Сына. Когда мы говорим о единстве, единство имеет огромную силу. Если есть единство, единство в семье, в компании, в бизнесе, в церкви, в стране, тогда эта страна мобилизуется. Есть единство здоровое, есть нездоровое единство. И мы читаем из Библии о единстве, когда они решили построить Вавилонскую башню. И Бог спустился и увидел, что они едины. Ну, давайте откроем. Это написано в самом начале. Знаете, очень интересно смотреть на всю эту историю с Вавилонской башней, когда народы собрались, безбожные народы, и решили построить великую башню. И они решили сделать что-то такое грандиозное. И у них было... Давайте откроем Библию. Бытие. Самое начало. Первая книга. Одиннадцатая глава. И прочитаем со стиха... С первого стиха. Если возможно, с вашей стороны откройте Библию. Это нездоровое единство. Вообще, мы вспоминаем фашистской Германии довоенной. Вы знаете, что там было? Там было сумасшедшее единство. Они были настолько едины, поддерживали своего вождя Гитлера. Они оправдывали все его безумные поступки, думая, что все, что он делает, это ради силы. И люди верили. Вы знаете, нездоровое единство тоже имеет огромную силу. Да, да, да. Нездоровое единство имеет огромную силу. Если возникает вот это нездоровое единство, и у них перестает быть критическое мышление, и они кричат, мы поддерживаем нашего гениального вождя. Вы знаете, до того дошло, что даже в Америке люди стали, видя то единство, которое в Германии происходит, а журнал «Таймс» сделал Гитлера человеком года. Человеком года. На обложке разместил. И удивительно, как вот это единство, оно поразило цепную реакцию. И люди оправдывали безумие из-за ложного, нездорового, больного единства. Итак, Бытие, 11 глава, с первого стиха. «На земле был один язык и одно наречие. И двинулись в восток, и они нашли в земле сенар равнину, и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей, обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней. А земля, земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли». Они сказали, пойдем, сделаем башню. У нас есть стратегия, у нас один язык. Мы понимаем друг друга. У них цель появилась. Посмотрите, как много. У них появилась цель. У них появились общие задачи. У них появилось общее видение. У них появилась общая стратегия. И пятый стих. Бытие, 11 глава, пятый стих. Здесь написаны такие слова. Пятый стих. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот, один народ и один у всех язык. И все, что они начали делать, цель, не отступят, не отстанут от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда, по всей земле. И они перестали строить город». Вау. Потрясающее заявление. Потрясающая позиция. Они рассеялись. Они разошлись. Они были на этой земле, имея один язык, имея одну цель, имея одно видение, имея стратегию. Они имели единство. И единство, а только метод, которым Бог смог остановить их, это метод, когда они перестали понимать, разрушить единство. Бог пришел и дал им каждому свои наречия, свои языки. И вдруг один заговорил по-английски, другой по-китайски, третий по-русски, четвертый по-украински, пятый по-казахски. Они стали говорить каждый на своем языке. Перестали понимать друг друга. Они перестали, я представляю, какой хаос возник. Когда кто-то говорит, bring me bricks, и другой говорит, не разумею, что ты молвишь. И когда они друг с другом говорят и не понимают друг друга, и китайцы, и китайские языки, и еще что-то. Я не знаю, сколько там языков было, но я знаю, что у них контакт перестал. Они перестали понимать друг друга. Единство начинается тогда, когда люди перестают понимать друг друга. Они перестали понимать друг друга, они перестали говорить на одном языке. Часто мы говорим с вами не на одном языке. У каждого свой язык. Одни верят, что у них все нормально, другие верят, что у них все классно. И каждый на своей волне. И мы не говорим на одном языке. А если мы не говорим на одном языке, то у нас не может быть общей цели. А если у нас нет общей цели, тогда мы движемся с вами в разных направлениях. Мы не можем идти вместе. Вы знаете, единство всегда есть общий язык. Если у нас общий язык, если мы говорим на Божьем языке любви, если мы говорим на одном языке, когда люди замышляют сделать зло, они говорят на языке зла. Они начинают понимать друг друга. Они начинают радоваться о зле. Они вдохновлены злом. У них появляется язык зла. Они начинают говорить на этом странном языке. Есть люди, которые говорят на языке обиды. И обиженные, знаете, они всегда находят друг друга. Они легко находят друг друга. Они с удовольствием находят друг друга. Они с удовольствием вдохновляются друг другом. Обиженные, так они. Особенно если и в церкви кто-то обижен. Он всегда найдет другого обиженного. На пастора, на обиженных людей. И вот они всегда найдут вместе. Я когда проповедую, часто вижу, кто-то в зале сидит недовольный. Сидит одно воскресенье, второе воскресенье. Конечно, так сидят, такие сидят. И вижу в другой. И вот, знаете, вот они движутся по залу. Потом раз. И они вот так всегда, касса вместе. И они сидят рядом, недовольствуют вместе. Вообще, о чем он говорит. Глаза так закатывают. Руками так делают. На часы так смотрят. Знаете, вот некоторые вот так смотрят. А некоторые вот так смотрят. Чтобы всем было видно, что он смотрит на часы. И вот возникает такая проблема. Единство. Если мы объединяемся. Если мы наклоняемся, чтобы услышать. Склоняем ухо свое. Если склоняем мы свои сердца, чтобы услышать, что Бог говорит. Если мы склоняемся, смиряемся и говорим, Господь, говори в нашу жизнь. Тогда возникает здоровое единство. Вокруг Писания. Вокруг Бога. Есть церковное единство вокруг лидера. Вы знаете, как часто вот эти системы проваливаются. Когда великий лидер, пастор такой-то. И объявляют. О, и все. Наш пастор супер помазанник. Он такой. Единство вокруг человека. Это все единство разрушится. Это не настоящее, не Божье единство. Это единство без будущего. Это единство, которое не имеет никакой будущности. Если вы хотите сохранить единство в Боге, если вы хотите сохранить единство, это не вокруг вождя императора великого помазанника. Нет. Вокруг Слова. Вокруг Господа. Вокруг Духа Божьего. Обедница вокруг Христа. Важно, чтобы мы понимали это здоровое Божье единство. Некоторые люди соединены. Соединены какими-то интересами. Кто-то соединен шахматы. Шахматы, шахматы. Они соединены шахматами. Кто-то соединен какими-то вопросами. Знаете, как интересно? Беременные, они всегда находят друг друга и они соединяются с беременными. Они начинают с ними, у них общие цели. Они как бы вот такое временное единство на 9 месяцев. И вот они друг с другом общаются, разговаривают. И вот у них обсуждение, у них тема. Когда мы говорим о единстве вокруг каких-то целей, задач. Например, когда мы соединяемся вокруг строительства. Иногда церкви строят здания и там собираются люди. И пастор стимулирует. Давайте, давайте, присоединяйтесь. Давайте вместе строить здания. Давайте вместе строить храм. Давайте сделаем храм поклонения. Хорошие слова. И люди объединяются вокруг стройки. Вы знаете, что случается, когда стройка заканчивается? Люди потом часто себя чувствуют. И вот мы храм построили. Было интересно, когда мы строили. А когда мы построили, часто церкви испытывают трудности, когда здание завершено и построено. Они испытывают трудности и у них возникает проблема. А что дальше? А что дальше? Когда люди... Вы знаете, когда мы становимся перед Богом, когда мы оказываемся перед Богом, очень важно, чтобы мы объединялись вокруг Него. Если люди соединяются на конференцию, происходит вдохновение, единство. Люди собираются, конференция. Знаете, что самое трудное собрание – это после конференции. Когда все собрались, много людей, вот это драйв, вот это раллилуйя. А после конференции собираются люди, уже, знаешь, как после сражения, после праздника. Ну, что? Как после Нового года оливье целую неделю едят. Жуют это оливье, остатки оливье. И вот, и уже как-то оливье не оливье, и вот уже как-то все не то. Когда мы говорим о здоровом единстве, когда мы говорим о Божьем единстве, когда мы говорим о единстве вокруг Бога, когда мы говорим о страсти, у нас не будет вот этих вмятин. Если у нас единство вокруг какой-то личности, вокруг какого-то пастора, всякий раз, когда он будет ошибаться, а все ошибаются пастора, сейчас можете даже записать себе, все пастора ошибаются, но когда мы говорим о пасторе, который изображает безошибочного пастора, я знаю ответы на все вопросы, халилюя, Бог дал мне такое помазание, и вы придете, и я вам дам такую откровение, поднимитесь со мной на гору, и это все брехня. Все пасторы ошибаются, у всех есть доля своей ошибки, и не нужно изображать из себя кого-то, кем ты не являешься, но так приятно, чтобы тебя принимали за того, кем ты не являешься. У меня был однажды случай. Я стою в Америке, была выставка христианского телеканала, там съезд был телевизионщиков всего мира, телевизионщиков всего мира, и я стоял возле нашего стенда, Сиенелла, демонстрировал, показывал наш стенд, и все там подходили, о, так, Сиенелла, там написано красиво, и смотрят на наше телевидение, и вот такое, вау, слава Богу, аллилуйя, о, какая красота, там карта, там, знаешь, и вот подходит ко мне человек один, и рядом с ним другой человек, и улыбается на меня, смотрит, а я привык, мне все хотят со мной сфотографироваться, и он мне показывает камеру, мол, я говорю, конечно, без проблем, улыбаюсь, так, раз, и он ко мне подходит с камерой, и говорит, вот здесь кнопка, нажмите, пожалуйста, чтобы нас сфотографировать, и я, а, и вы знаете, я стоял, и вдруг я подумал, вау, как я обольщался, ему не было интереса со мной фотографироваться, он попросил меня сфотографировать, чтобы я его с тем человеком сфотографировал, о, как мне было весело, я потом просто смеялся, и, знаете, многие люди изображают из себя людей, с которыми все хотят сфотографироваться, а потом я понял, что он хотел, чтобы я сфотографировал, когда мы говорим о единстве, что мешает единству, ну, я бы сказал так, причины разобщения, ссоры, когда люди ссорятся, когда люди возмущены, когда люди огорчены, когда наступают бунты, противопоставления, когда кто-то говорит, зачем, мы не верим, и начинают, ну, начинают, начинают ставить под сомнение, когда бунт происходит в стране, или в семье, в церкви, где угодно, бунты, когда нет одной цели, когда нет у нас одной цели, если нет одной цели, мы вместе не идем, дорогие мои, поверьте, если у нас нет одной цели, мы будем идти по разным путям, ну, вы когда-нибудь видели, вот толпа людей идет, и вся толпа людей, когда вот я смотрю по городу, идет в разное, каждый в своем направлении, а вы когда-нибудь видели велосипедистов, они все идут вместе, они идут по одному, тому же пути, и они все идут к одной цели, цель объединяет, нет одной цели, мы никуда не идем, есть цель, тогда мы идем, следующее, духовная незрелость, вообще, незрелость, она, она очень агрессивна, молодость, она такая, она такая нигилистическая, противопоставляющая, зрелость, она обедняющая, дети бунтующие, сопротивляющиеся, они не могут обединить, мать, отец, они пытаются обединить, следующее, разные понимания и разные стратегии, разномысли, если нет единомыслия, согласия, скажем, вот у них было, кирпичи там будем делать, у них есть и концепция, и стратегия, как мы будем делать, кирпичи, у них есть понимание, у них есть алгоритм изготовления кирпичей, следующее, несогласие, гордость и так далее, вообще гордость, это, наверное, один из самых больших, это первый грех, гордость, это начало всего, начало погибели, гордость, она имеет в себе саморазрушение, самоуничтожение, как только появляется гордость, в церкви или в общении, когда появляется гордость за себя, самопревозношение, вознесение, все, единство заканчивается, вот в этом моменте заканчивается единство, единство не может быть там, где есть гордость, что мы делаем с этими всеми вещами, мы сломаем и не спровергаем, откройте Новый Завет, второе послание Коринфянам, второе Коринфянам, десятая глава, и здесь сказано о нашем войне, и я буду читать с третьего стиха, второе послание Коринфянам, десятая глава, с третьего стиха, «Ибо, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Четвертый стих, «Оружие воинствования нашего не плотские, не материальные, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, мы не спровергаем, ломаем замыслы, превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем любую мысль, помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». И вот это потрясающее место. Слушайте, мы берем и пленяем любые мысли, контролируем любые мысли, мы берем под контроль наш мыслительный процесс, всякое превозношение мы пленяем, мы ломаем, мы заставляем. Первое Коринфянам, первое послание Коринфянам, первая голова, десятый стих. Первое Коринфянам, первая голова, десятый стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». Дорогие мои, дорогая интернет-община Дом Веры, я для вас хочу, как бы, подчеркнуть, чтобы у нас было единство, чтобы мы могли иметь силу, давайте согласимся. Еще раз я прочитаю. «Умоляю вас, братья», первое Коринфянам, первая голова, десятый стих, и я буду читать вместе с вами. «Умоляю вас, братья и сестры из Дома Веры, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, противопоставлений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». Потрясающе. Наше отождествление, наше соединение в одном духе, в одних мыслях. Иисус Господь. Вот если мы с вами научимся ходить в единстве, если мы с вами научимся, единство генерирует мощь. Там, где происходит здравое единство, духовное единство, вокруг Господа, вокруг Слова, вокруг Писания, вокруг познания, вокруг прославления, вокруг молитвы, вокруг Божьего присутствия, не вокруг личности, героя, вождя, великого помазанника, нет, вокруг Бога. Тогда наше единство будет очень сильное. И к Нему хочется присоединиться. Люди, которые объединены, к ним хочется присоединиться. Люди, имеющие цель, видение, люди, видящие выход, к ним хочется присоединиться. Вы знаете, интересно, недавно мне один человек прислал смешную фотографию, где мужик моего возраста сидит, вот так за голову взялся, и там написано, когда мы были пионерами, нам говорили, что в будущем будет хорошо. И ниже подпись. Вот наступило будущее. Теперь нам говорят, что когда мы были пионерами, было хорошо. Знаете, многие люди, вот скажем, как пионеры, они объединяются вокруг каких-то там видений будущей ситуации, вижу, что в будущем будет. И люди заражены вот это, что будет лучше. Дорогие, давайте не будем заражены, что будет лучше, давайте будем объединимся вокруг Бога. С Богом все хорошо. Не будет, а сейчас есть. С Богом все могу. С Богом все преодолею. Бог моя опора, Бог моя сила, Бог мое упование, Бог моя победа, Господь помогает. Будьте единомысленны. Римлянам 12 глава, открываем, это Новый Завет, Римлянам 12 глава, 14 стих. Послание к римлянам, 12 глава, 14 стих. Написаны такие слова. Благословляйте гонителей ваших. Ой, я сейчас благословляю всех моих гонителей. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимся и плачьте с плотностью. Плачущими. 16 стих. Будьте единомысленны между собою. Не умничай! Здесь написано, невысокомудрствуйте. По-современному не надо умничать, но последуйте смиренным и не мечтайте о себе. Потрясающее местописание. Будьте единомысленны между собою. Не умничай! Не надо умничать. Единомыслие между собою. Давайте откроем римлянам 15 главу. Ту же римлянам, только 15 глава, 5 стих. Римлянам 15, 5. Бог же терпения, Бог терпения и утешения додарует вам, римлянам 15, 5. Бог же терпения додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа. И 6 стих. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа. Аллилуйя. Потрясающие слова. Этот 5 стих просто звучит в сердце. Да будете в единомыслии по учению Иисуса Христа. Не по вождю, а по учению. Потрясающе. Знаете, когда я смотрю на первую церковь, первая церковь, как она начиналась, как она шла. Давайте откроем Деяние апостолов. У нас времени остается совсем мало. Деяние апостолов, пожалуйста, откройте Деяние апостолов. И я буду читать вторая глава. 41 стиха. Когда Петр проповедовал, много людей крестилось. И здесь написано Деяние апостолов. Это сразу же после Евангелия в Новом Завете. И 42 глава, 41 стиха. Итак, охотно принявшие слово его крестились. И присоединилась в тот день душ около 3000. 40 тостих. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении. Они были в общении. В преломлении хлеба. И в молитвах. Был же страх на всей душе. Всякой душе. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе. Имели все общее. Продавали имение, всякую собственность. Разделяли всем, смотря по нужде каждого. Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, висели в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Посмотрите, как здесь. Единодушно пребывали в храме. Единодушие. Что такое единодушие? Единодушие – это одна душа, одно сердце, одни эмоции. Я надеюсь, что мы с вами будем, мы будем с вами единодушным, в единодушии объединены. Пусть Бог благословит вас. Дорогие мои, я молюсь за вас и благословляю именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас Господь, да научит вас ходить в единодушие, в согласии и в единстве. Ибо где согласие и единство, там сила. Согласие плюс единство равно сила. Мы согласны, мы вместе, мы можем многое сделать для распространения Евангелия Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас. Драгоценный, я заканчиваю мой эфир. И, конечно же, в конце хочу попросить вас, поддержите ваш СНЛ, поддержите ваше служение, поддержите Дом Веры. Вы спрашиваете, как это сделать, зайдите на сайт cnl.tv, и там есть кнопочка поддержать, и вы можете прямо сейчас это сделать. Прямо в эту минуту зайдите на cnl.tv и поддержите. Вообще, благодарю каждого из вас за поддержку, за участие. Благодарю за то, что вы помогаете нам распространять Евангелие Иисуса Христа. Я благодарю и благословляю. Благословляю именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да укрепит вас Господь, да поможет вам Господь все преодолевшую устоять. И помните, если мы будем едины, весь мир познает Иисуса Христа. Эфир телеканала возможен из-за единства. Из-за единства простых людей, таких как вы. Я молюсь за вас, драгоценные. Молюсь за тех людей, которые там участвуют. У меня последние минуты, я хочу сказать вам, благословение вам от Господа. Катя с Эстонии, благословляю. Лариса с Украины, Ирина с Москвы, Слава, Дмитрий с Воронежа, Яна с Москвы, благословляю вас, драгоценные. Пусть Бог благословит вас именем Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы Господь восполнил Татьяна с Риги. Я вижу там, люди пишут комментарии, я благословляю вас и благословляю именем Иисуса Христа. Да даст Господь вам исцеление, здоровье, крепость, да откроет окна небес, над вами и коснется вас именем Иисуса Христа. Я благословляю вас, драгоценные мои. Ценю каждого из вас. Еще раз спасибо за вашу поддержку, за ваши десятины и приношения. И Ольгу Скараганды благословляю, всех благословляю. И Татьяну благословляю, всех-всех. Держите за Господом. Вместе мы сильны. Согласие плюс единство равно сила. С вами был Максим Максимов. Встретимся в воскресенье. Благословения вам. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok